На хаотичную парковку в неположенных местах, в том числе у контейнерных площадок для мусора, жители Ленинского городского округа жалуются давно. Нередко из заброшенных машин мусоровозы просто не могут подъехать к контейнерам и уезжают ни с чем. С парковкой вообще здесь беда. Да, паркуются. И не могут машины забрать мусор, мусорный, естественно. То есть получается, что мусор остается, да? Ну, конечно, да. Ну, а что делать, если парковочных мест не хватает, дома высокие. Магазин на магазине, лучше бы еще какую-то парковку одну построить. Паркуются, конечно. Паркуются. Часто, да, мешает? Ну, бывает. Я испытываю проблему вообще с транспортом автомобильным, скажем так. Ну, вы видите, что парковаться не надо. Все заставлено, да, поэтому выезд тоже затруднен. У нас есть паркинг места, но все равно выехать практически невозможно. Я не думаю, что я бы отэкватный человек парковался. Где-то получается бороться с автохамами с помощью полусферы, разметки, как, например, на Битцевском проезде. А где-то и такие меры, увы, не всегда помогают. Ситуация на улице Радужной аналогичная. Здесь парковаться напротив контрольной площадки автолюбителям не дают полусферы. Но их регулярно сдвигают сами автовладельцы. Переломить ситуацию помогут изменения, которые сейчас вносятся в правила благоустройства территории Ленинского городского округа. Прежде всего, это касается парковки около контейнерных площадок. Чтобы машины жителей впредь не мешали в его зумусора, будет применен ряд мер. Мы нанесем новую разметку. Она будет черно-желтая около контейнерных площадок. Размерами приблизительно либо 2х4, либо 3х6. Это все зависит от модернизации этой контейнерной площадки. Установим знаки, запрещающие парковку 3,27. В Кодекс об административных правонарушениях Московской области также внесены правки. Теперь за парковку непосредственно у мусорного контейнера автовладельцу грозит штраф до 5 тысяч рублей. Для сравнения, раньше за такой же проступок можно было расстаться с 3 тысячами. Жители сами могут зафиксировать правонарушения с помощью приложения «Народный инспектор» портала «Добродел». Обращение уходит прямиком в Главное управление содержания территорий Московской области. Изменены и внесены изменения в проект организации дорожного движения, для того, чтобы можно было фиксировать нарушения не только ГОСАДАМ, технодзору, но еще и ГИБДД Ленинского городского округа. И дополнительно прорабатывается вопрос об остановке камер фото-видеофиксации через безопасный регион, чтобы можно было в автоматическом режиме. К реализации пилотного проекта уже приступили. Сначала нововведение появится в 6-м микро-районе Видного на улице Завидной. До конца года планируется привести в надлежащий вид все контейнерные площадки Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.